Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы, короче, смотрите новый влог, а он уже будет сниматься на новую камеру. Я не уверен, что с этой камерой я смогу много снимать влогов, потому что она большая. До этого у меня была, да и есть, это Сонька 3000, а это, ребята, видеокамера, видеокамера, не фотоаппарат Canon XF400, вы можете пробить ее в интернете. Всегда мечтал о хорошем качестве, ну, не знаю, как буду вообще на нее снимать, но она снимает очень круто. Как минимум, думаю, что очень много видеороликов будут выходить именно на эту камеру и очень много новых форматов. Прям-ка у нас встали. Мама, я старая вишня, есть меня растесла, только косточку выплюни. Илона, короче, ребята продолжает кушать Пасху, уже Пасха закончилась, а Илона вообще ничего не заканчивается, да? Как ходят качки? Идем, покажешь. Иди сюда. Да ты... Сейчас будем бороться с тобой. Интересный, куда мы идем? Здравствуйте, я депутат. Итак, ребятушки, для того, чтобы добраться в Одессу, нужно доехать до вокзала. А лучше, чем метро, пока что еще не придумали, потому что машина может встать в пробке очень долго и нудно, а в метро пробок никогда не бывает, поэтому всегда без проблем вы доберетесь на вокзал. Ну что, мы, в общем-то, доехали уже на вокзал. Сейчас мы, в общем-то, посмотрим, где можно похавать, да, Серега? Да. Серега говорит, в Маке мы точно ждать, говорит, не будет, надо, говорит, купить какую-то нормальную еду. Да, мы за здоровое питание. Ребят, короче, я был в Болгарии на вокзальной метро, там настолько мало людей, один человек там идет, второй там и все. Я говорю, я всегда вспоминал, сколько именно вокзал наш, киевский. Это вообще, тут кайф, тут жить можно. Добрый день. Итак, у нас передача «Якисная еда». И сегодня мы будем перевирать якис вот этого стыгна. Ну что, в общем-то, мы закупили еду и теперь можно спокойно путешествовать, потому что голодным путешествовать это очень плохо и очень некомфортно. А кушать в Макдональдсе, ну, такой себе вариант. Было, конечно, бы еще вариант, как шаурма, но вы знаете, шаурма в поезде. Да ну ее нахрен еще траванешься, поэтому лучше что-то проверенное. А сейчас будет драка блогеров 2. Нетро. Да не будет блогеров. Да, все, уже, наверное, 100 баксов. Хочешь контент, сейчас будем пить друг другу морды. Мы за 100 баксов. Знаешь, что делать будем? Давай мне 100 баксов, я его попью. Еще мне 150, я не буду обороняться. Вау. Вау. Вот наш, в общем-то, вагончик. Ну, дальше ничего интересного не было, мы легли спать, но вот на утро было кое-что. Саша, не снимай меня. Снимай меня. 6 утра. О, я привык. Саша, не снимай меня, Саша, я трусал. Ну, что, сонная морда. Как? Да такое. Единственное, что неудобно, спать здесь. Вот Серега даже оценил, блин, спина болит очень сильно. Вот, но мы практически уже приехали в Одессу. Сейчас мы додумаемся, куда мы пойдем. Единственное, что неудобно, это держать эту камеру. Посмотрите, ребята, на эту бандуру. Это как видеокамера 90. Нам еще нужно, в общем-то, додуматься, куда идти. А потому что мы приехали очень рано, заселение у нас аж в 2 часа дня. Будет какой-то пати на берегу моря. Так, что там, смотри, шкаф, блядь, столько ненависть на что снимать. Мы самые добрые в мире. Мы с тобой на домике. Привет, я кушаю. Здравствуй, дерево. Всем привет, ребята. Ну что, наконец-то мы добрались до Одесского вокзала. Теперь нужно, в общем-то, точно перекусить. Потому что наутро мы были очень голодными. И единственное место, где можно было покушать, это Макдональдс. А также еще должен приехать Виталий Зеленый со своей Ритой, девушкой. И мы его просто ждали. А что будет дальше, узнаете прямо сейчас. Рита, подъехали. Я себя чувствую на этом, на телевидении. Пошли, это мой оператор. Как, в общем-то, нужно носить с собой сумку, если тебе их две? Одну на пузо натянулось и пошел. Сейчас будем искать такси, для того, чтобы добраться до нашего места. Как оказалось, такси не пришлось искать, потому что на том месте еще никого не было. Мы приехали одни из самых первых. И нам предстояло просто погулять по Одессе и как-то скоротать свое время. Хотя, знаете, я ничем не настроен. У меня плюс было время для того, чтобы как-то протестировать камеру. Посмотреть, как она красиво зумит, как держится стабилизация. Ну, а потом так оказалось, что у Витя, в общем-то, нету зарядки для ноутбука. Он взял ноутбук, а зарядку забыл. И, в общем-то, ему пришлось эту зарядку искать, где-то искать какие-то магазины. Но все, ребята, было безуспешно. Но это никак нас не расстраивало, потому что в Одессе реально была очень шикарная погода. Очень много красивых мест. Вот одно из них, где мы побывали, это прям какой-то очень старинный город 19 века. Там работают магазины, барбершопы. Ну, реально очень красиво. Ладно, ребята, не буду затягивать время. Красиво, я не спорю, но мы же приехали-то на видео жару. Поэтому мы заказываем таксишку и начинаем, в общем-то, двигаться на наш пляжик. Там уже, в общем-то, начали собираться люди. А что-то завесели и без нас. Хотя для того, чтобы добраться к этому месту, ребята, пришлось кое-что преодолеть. Ну, нас Серега, ребята, и завел. Серега, забери меня, пожалуйста, теперь. А, Серега, Серега, сходите за камеру. Я в шоке, ребята. Куду Витя вообще повел. Это ж гребец, ребята. Смотрите, откуда мы вообще шли. Ну что, мы пришли на наше место встречи в Санторини. Сейчас посмотрим, кто здесь уже приехал. Из блогера или вообще хоть кто-нибудь. Витя, что ты делаешь? Ты сиди, дур. Сейчас я буду ставить лазить. Я на месте, ребята. Смотрите, какое вообще море. А прозрачная вода какая. Ну, немножко грязная. Смотрите, как она прозрачная. Просто бомба. Окей, ребятушки, давайте дальше по делу. Пришли мы на пляж. Взял тут, в общем-то, мяч такой вот для американского футбола. А также были такие же ребята, как и мы. Ну, а варианта другого, тут попасть туда не было. Не открыли для нас нормальные ворота. А, снежка тоже загорала. Хотя на улице было так себе. Ну, мы успели, честно, сгореть. Но об этом узнаете позже. Было очень много туристов, которые на лодочке катались. А бывали те, которые просто на камне сидели. Ну, кому как, а что? Одесса, нормально, тёпленько, хорошо. Потом, в общем-то, начал жариться шашлычок. А что, что без отдыха, без шашлычка? А вот свининка. Курицы, конечно, не было, ребят. Извините, был фотограф, которого я также сам пытался снять. Он, когда увидел меня, тоже офигел и сфоткал ещё вот так вот. А вот, пришло очень много блогеров. Был какой-то Пикачу. А, и что ещё интересного, ребята? Я не знаю. Вот они начали танцевать, а мы начали потом играть в игры всякие разные. Игра была такая, что нужно угадать картинку и сказать, что, типа, она у меня тоже есть. И, короче, был полный хаос именно в этой игре. Но это не важно. Я тут просто взял и тестировал снова камеру. Ну что, мы теперь движемся в отель. Мы отдохнули. Мы насиделись. И сейчас теперь можно немножко отдохнуть. Я иду в шлёпках. А кроссовки, в общем-то, у меня только в сумку влезли. Опа. Интересного, ребята, словили. Бежал, бежал и словил. Спасибо. А это вот только интересно мы узнали. Вы посмотрите, как красиво на Аркаде. А вот эти зонтики, ребята. Боже, это просто шедевр. Шедевр. Ну что, наконец-то, в общем-то, мы дошли до своего отеля. Немного мы замахались. Пришлось походить. Ну вот, ребятушки, наш отель. Гагарин. Могу сказать, что номер очень приличный. Сейчас покажи. Вот. Кровать. Есть стиль. Кровать. Стол. Все по чистоте. Я не знаю, есть ли тут в бане что-то. Нет, ну бар пустой. Но при всем этом, он на самом деле очень уютный. Я, конечно, не буду как ревизор все разворачивать и так далее. Но все очень даже неплохо. Мы немножко устали, потому что мы находились. Мы сейчас со снежкой немножко отдохнем. И пойдем дальше. А, идемте вану посмотрим. На самом деле сделано, относительно, все простенькое. Ну, а что еще нужно? Унитаз есть, умывальник есть, душ есть. Единственное, я всегда люблю вообще ванну принимать. Но, ребята, это не дома. Дома ванна, а здесь душ. Ну что, мы, в общем-то, немножко поспали. Мы, трындец, сгорели со снежкой. Я чувствую, что у меня лицо красное. Надеюсь, это камера передает. Вот, один день, в общем-то, в Одессе и трындец. Пойдем, ребята, сейчас гулять по вечерней Одессе. А точнее, Аркадии. Мы как раз возле нее живем. Покажу, как она выглядит вечером. Потому что это очень красиво. Снежка уже тоже собирается, готовится. Приоделась во всем белом, а я в черном. Короче, будем как Интаянь. А спонсором сегодняшнего выпуска является Валера. А Валера высушит вашу голову. Ну что, давайте, в общем-то, пойдем исследовать вечернюю Одессу. Ну, мы живем тоже возле Аркадии, поэтому выбор у нас небольшой. Насколько красивы вообще эти фигуры светящиеся. Я просто от них тащился вечером. Просто шикарно в Одессе. А точнее, на Аркадии. Нам пришли ребята с Рау ТВ и в честь нас запустили салют. Ну, не факт, что в честь нас. Ну, согласитесь, реально очень красиво. Мы это оценили. Короче, зеленый с меня что-то ржет, бля. У него не всегда никто листил. Он просто не понимает, что такое влоговая камера. А я Дед Мороз. А я что еще без? А вот. А влоговая камера, они перешли, в общем-то, до рубеж маленький. Я надеюсь, ребята, я вас еще не замахал своим закадровым голосом. Но, блин, ну я не знаю, что мне с собой делать. Для нас потом, в общем-то, устроили такое фаер-шоу. Махали, в общем-то, огоньками. Ну, скажу честно, реально было очень красиво. Хотя, это находилось не так уж и близко. Но я смог с камерой, в общем-то, убежать и наслаждаться всем этим зрелищем. Главное, чтобы никто не сгорел, в общем-то. Были, конечно же, смельщики, которые решили испытать свой желудок на прочность. Не буду показывать, что произошло дальше. Потом мы начали курить кальян. Короче говоря, нас не впустили в одно из помещений, чтобы покурить кальян. Гали, мы к Кирове Одессы. Вообще совести нет. То есть мы зашли в более вот такое заведение, где живая музыка. И все, по немного цивилизованию, и тут все окей. Какого хрена? Я вам, ребята, не советую радиоактив в Одессе. Уроды, понимаете? Не впустили, обычно, нормально, потому что она бомжейка похожа. Ну, Максим, я сгорел немного на солнце. Вы в спортивной одежде. Спасибо, что я не как помощь пришел. А ты что, воняет или что, в спортивной одежде. Ну что, наш денек, в общем-то, подошел к концу. Такое чувство, что сегодня у нас была еще одна видеожара. Хотя видеожара завтра. Но мы с самого утра приехали в 6 утра. И вот весь день гуляем. Я немножко поспал, я сгорел. Я зря носил вообще солнцезащитные очки, потому что позагорало. Вот здесь вот так, даже дужки пооставались. А вот, завтра, думаю, что все-таки в Одессе будет реально круто. Мне кажется, что Одесса, наверное, это будет по масштабности самый большой после Киева. Посмотрим, как будет завтра. Очень классно то, что, в общем-то, мы находимся недалеко. То есть мы вот выходим с отеля, и у нас тут сразу то место, в котором будет происходить видеожара. Так что сейчас в баиньке. Нужно отдохнуть. Набраться сил. А завтра, ребята, в бой. Видеожара. Одесса. Ждите. Доброе утро. Ну что, сегодня у нас видеожара. Мы проснулись, мы собрались. Сейчас идем перекусим. И в бой, ребята. Главное, что идти недалеко. А сейчас посмотрим, что там людей. Короче, нам идти сильно далеко. Прямо вот отсюда. Вот сюда. Прямо такая дальняя дистанция. Далее нам нужно было зарегистрироваться для того, чтобы попасть в зону для блогеров. Но есть еще одно очень интересное место. Короче, нам решили показать сцену. А точнее, мы должны пройти по-другому. Тут какой-то скрытый какой-то вход. И очень солнечно. Сейчас посмотрим, что происходит вообще на сцене, пока там нету людей. На самом деле, посмотрите, люди начали приходить. Хотя, ребята, еще до начала мероприятия было более часа. Пускай сразу всех не успевали, но детей, в общем-то, хватало. Да не только детей, были разного возраста. Ого, Бондура. Это новая влоговая камера. Я надеюсь, что этого парня все знают. Это Слякчин Дима. Ну, мало ли вдруг кому будет интересно. Остается, в общем-то, немного времени для того, чтобы выходить на сцену. Все, в общем-то, такие нервничают. Ну, как сказать все. Я вот, в общем-то, вышел. Все очень были рады. А я всегда люблю улыбки детей. Но дальше началось веселье. Ребята, давайте еще больше шум! Ребята! Ребята! 3, 2, 1! АПЛОДИСМЕНТЫ АЧКАМЕН Это ребята АЧКАМЕН 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 спаси меня АЧКАМЕН Я люблю тебя, АЧКАМЕН О боже Ну что, наступило время идти на фотосъемку В общем, сфотографироваться Мы только единственное выходили на сцену Вы тоже на фотосъемку? Да Будем все вместе Не, я вам серьезно говорю, людей было настолько много Что триндец, мы примерно 40 минут, ребята Без перерыва стояли и фоткались Но честно, это было круто Потому что много улыбок, много хорошего настроения Если я вижу в глазах просто счастье Это реально очень дорогого стоит Ну что, ребятушки, мы закончили Потрачили очень много времени Пойдемте немножко отдохнем Сделали фотографии Я думаю, что люди точно счастливы А скоро еще пойдем на сцену Уже прошло половину видео Жары в Одессе Там многие блогеры устали Но некоторые пошли отдыхать А когда они уже пошли отдыхать Ребята, нужно нести столько еды Что я не понимаю, кому это все есть нужно Короче, так, ребята, получилось, что мы решили погулять, пообщаться А уже надо бежать на сцену Поэтому побежали на сцену А что там, ребята, происходило? Да, в общем-то, ничего необычного Мы звали разных блогеров, мы отвечали на разные вопросы, общались Я реально очень доволен Потому что очень была теплая атмосфера Я записывал разные сторизы Я не парился Я не думал, как я выгляжу Я шутил Я просто наслаждался тем, что происходит А также, ребята, попробовал себя в роли битбокса Также я увидел, что пришла девушка на инвалидной коляске И мне скилл сделать ей приятный Подрить этот бейджик блогера Да, без него меня куда-то могли бы не впустить Но я бы не парился Я бы где-то прошел А ей, думаю, точно было очень приятно Вот так что делайте добро, а мы пошли Можешь передать моей бабушке Свете Ребята, бабушке Свете я еще никогда не передала Это настало время Бабушка Света, привет тебе ЧНТВ Я лучше, чем Малахов, так что смотри меня Так я же лучше, потому не смотрю Бабушка Света, счастья тебе, здоровья Ну что, ребятушки, видео жара в Одессе В общем-то подошло к концу Официальное все мероприятие закрывается И мы, как всегда, едем гулять Хочу сказать только одно Что именно в Киеве будет самое крутое Ни Одесса, ни Львов, ни Харьков Даже рядом не стреляли Без забит, ребят, без забит Но если вы идите городом и идите в Киеве Вы просто поймете, что Киев Будет еще никак не перекинуть Потому что там будет свежий воздух На улице 20 тысяч человек минимум Блогеров человек 200 Короче, мечта вообще для любого Кто обожает учреждения А мы пока что посидим И скоро поедем как-то гулять Играть в мафию И как-то еще проводить время Хотя мы и так не сгибем посидима Я, конечно, не буду рассказывать, что было потом Пусть это останется тайной На следующий день мы, ребята, решили Еще немножко отдохнуть Потому что очень скоро Мы должны были отправляться в Киев Но до этого времени у нас еще есть Чем заняться Мы решили пойти прогуляться Сходить на море Серега решил купить себе очки Потому что у него были очки, которые без дужек Он их поломал Он думал, что он их запатентирует Но, ребята, не получилось Не, ну реально, на море была настолько Приятная, классная погода Такое чувство, что реально уже было лето Даже не апрель Давненько мы вообще не катались на всяких трамваях Троллейбусах и того подобного Мы, во всем, привыкли вообще к машине Очень редко мы ездили на метро А в трамвайчик, ребята Ну что, ребятушки Нам уже пора прощаться Я надеюсь, что вам понравилось это видео А если это так, то поддержите его лайком Подписывайтесь на канал И я жду ваши комментарии С вами был Андрей Ченд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok